Привет, ребята! У нас 9 утра, Валенсия. По ощущениям градусов 22-23. Я направляюсь снова к нашему BMW. Отлично! Вот, смотрите, какой велосипед у меня получился. Красавчик! Не прошло и 5 минут, мне удалось его собрать. Здесь еще есть фара, которая работает от динамика и задний стоп, который тоже работает, когда крутишь педали. Я отъеду сейчас по тротуару и не знаю, можно ли здесь ехать. Ух ты! Что-то тут есть уже, да? Рекам Био. Это сервис. Энтрада. Да, и мезерати. Красоточки стоят. Когда видишь живую, понимаешь, гений дизайнерской мысли, итальянской. Ну, это Калифорния. Скорее всего, бэушная, потому что их уже давненько не производят. Это, может, с 2010 года. Как новенькая. Пенин-Фарина, обратите внимание. Увидел такой маленький квартал. Смотрите, какой он сидит. Такая бушедажная застройка. Видно, что старая часть, но как-то чудо сохранилось среди современных текстур. Вот решил здесь проехать. В общем, хочу выработать какой-то такой маршрут, чтобы мне было приятно каждое утро это делать. Со мной наш верный Пегас. Отличный велосипед. По скорости ничем не уступает обычному стандартному горнику. Здесь тоже жестковато. С непривычки. Как только набьются нужные мозоли на нужных местах, я думаю, буду себя чувствовать более уверенно. Все. День второй. Велопрогулка. Такое место клевое. И буквально в трех шагах от места, где я живу. А я и не знал. Навигатор сейчас не настраивал, просто включил, чтобы понимать, где нахожусь. В случае чего буду по интуиции ехать, только когда где-то забуду. Принцип понятен города. Надо все-таки привыкнуть к его ритму, к его порядку. Так, едешь по улице, да? Нет, я не верю. Ты едешь на велике и перед тобой такая штука. Я верю. Ай-яй-яй. Все. Я узнаю. Площадь Урсулы. Святой. Санта Урсула. Фонтанчики. Она мне улыбнула. Зачем она плевать не улыбнула. Когда тянула сладко, подумал, сейчас я дергану и все. Два колеса. В шагах и выше. В старой части. Да, колорит здесь классный. И вот смотрите, как грамотно тут графики все вписаны. Как только стена облезла, все обрисовано и все шедеврально. Все очень красиво. Надо уступить дорожку. Можно камеру вообще не выключать. Включить вот так вот. Надо какой-то велосипедный шлем. И тогда включил и просто обзор этой дороги. Матерна Дема. Какой благозучный язык. Приближаюсь к какой-то площади. Я еду, наеду, еду. Не нравится такой штуки. Продолжаю хронику. Так, куда я? Куда мне поехали? По-моему, вот этот костел, где находится чаша Святого Брааля. Посмотрите, какая краска. Так, куда я начинаю? Да. Скорее. Ой-ой-ой, да, вот это фасад, ракушечник, да, посмотрите, из чего сделано, так, это площадь королевы, площадь королевы, это тоже, помню, Дарейн, Плассо де ла Рейн. Неужели уже к родесу готовятся, вон домики выставляют? Как она чувствуется тут, вот это, средневековье или что нам, старина. Весь этажа площадь была здесь и там и 300, и 400 лет назад, понимаете? Здесь мало что изменилось, я думаю. Как бы основные доминанты остались, и они работают на всю атмосферу. Надо заехать в дворик, смотрите, какая галерея со всех сторон. Да тут куда ни поесть, где красота, понимаете? Место другие. Воедем по потоку. На французское скажется, Карену похоже. Патрия Давидам, Браду, Барби, Ивана Нигалевис. На алёте ни на письменно. Каза, Виер. для первого раза хватит старого города утром надо направляться в сторону работы посмотрите такая нежность как беззая какой что за материалы а так это музей керамики ребята вот и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Итак, 20 минут насладился старым городом и потихонечку буду отправляться, но отсюда еще ближе, 8 километров Камеру прятать невозможно О, R90, это надо запечатлеть Красавец, красавец, красавец Ну, здесь, в принципе, все заводское Но вживую выглядит здорово Я всегда не нравился вот этот вот резкий подъем Хочется плавнее Но это, если здорово Нам, кажется, дальше Как вам архитектура? Вот это балкончик, да? Выйти бы на него О, Матадор, наверное, известный памятник ему стоит, видите? Ну, вокзал что-то вот Действительно в нем есть Советское Не знаю почему Даже не из-за звезд Что-то вот такой конструктивизм Вот даже кто-то на Минск напоминает вот это партию Где-то что-то такое Смотрите, какой мотоцикл Брикстон Полностью классический Ну, и подозреваю, что китайский Но по пропорциям вообще супер И мало кубатурные, видно, что Уже в промышленной зоне Уже близко Три километра Все, еду, еду Никак не приближусь Вот, смотрите, черепичное здание Такое Колоритное Старенькое Не могу проезжать Пусть как надо пить Авторпликты Просто как разнообразный Не запрошенный Просто какое-то Помышленное Здание Такая графика Графика Квартира вот этого Графика север Валенсии Это Настолько много Что, ну, не то, что Оно разрешено Просто вот Культивируется И здесь даже есть Аминитые Кренизы Это один из самых Чудожников Кренизистов Придумал такой образ Начал его везде Рисовать в качестве Авторского клейма И После этого Стало брендом И даже есть Сувениры И так далее Даже есть идея Обратиться к нему Чтобы Он руку приложил К нашему мотоциклу Ну, это Как один из вариантов А пока Я продолжаю Ставить На нашем маленьком Тоже его назвать Тони Не помню Радно, подумаю Надым Но Он выглядит Хорошо Светло, конечно, жестковато И вот эта вот Матня Между ног Тоже немножко Смущает А так Шарапир Все Отлично А вот и Валенсийская Кольцевая И здесь Специально для велосипедистов Сделан этот мост По центру Идет русло Какой-то реки Возможно Это та же Турья и есть Которую вынесли За пределы города Очень Обширное русло Но Сейчас воды В нем Практически нет Решил Остановиться Возле интересного Объекта Посмотрите Сгоревший Не знаю То ли Пежо То ли Вино То ли Опель Очень Смотрится Колоритно Напоминает Мексиканские Дикая Мексика Из фильма Тарантины Дикая Мексика